Здравствуйте! В эфире выпуск программы ДПС и в нем подведем итоги уходящей недели, а также проанализируем причины самых серьезных аварий. Полицейские разыскивают родственников пешехода, который трагически погиб под колесами «Синей Мазды» на улице Немировича-Данченко. На вид мужчине около 45 лет. При себе документов не было, а показывать его фотографии мы не можем по этическим соображениям, ведь автомобиль раздавил человеку голову. Сразу после аварии водитель вызвал скорую помощь и наряд полиции, а сам сбежал. Позже на допросе он признался, что сильно испугался. Съемочная группа программы ДПС выезжала на место происшествия и попыталась восстановить обстоятельства темного ДТП. Именно так называют инциденты, при которых приходится разыскивать одного из участников. Немировича-Данченко, 35, 9 часов вечера. Из-за дождя ограничена видимость. Внезапно на проезжую часть шагнул пешеход в темных джинсах и куртке. Мгновенный удар, быстрая смерть, никакого шанса выжить. Неустановленный водитель, неустановленный автомобиль, двигался по улице Немировича. Совершил наезд на пешехода, который переходил в проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Несколько часов потребовалось отделению розыска, чтобы установить машину. На месте гибели пешехода осталась часть защиты радиатора. Именно эта деталь помогла установить марку. Дальше дело техники. Отсмотрели записи камеры, нашли водителя синей Мазды. Мужчину привезли на допрос, а иномарку загнали на яму. На дисках было главное доказательство – следы крови погибшего. После того, как отъехал под светофором на перекрестке, двигался по правой стороне, по волосе движения. Впереди меня были автомобили, был поток. Я в какой-то момент почувствовал, что приезжаю на какую-то кочку. Только это была вовсе не кочка. Возможно, пешеход был пьян, а может, падение произошло от удара о капот легковушки. Это еще выясняют. После этого я применил в экстренное торможение. Выйдя, введя ситуацию на дороге сзади меня, увидел лежащего человека, не подающего признака жизни. После чего сел автомобиль, включил знак, включил аварийную сигнализацию и вызвал полицию. Водитель дождался экспертов и заявил, что является лишь очевидцем. То есть, ввел в заблуждение инспекторов. И пока те оформляли аварию, владелец от Энзы уехал домой. Именно там автомобилиста и задержали. Кстати, мужчина был трезв. Но тот факт, что он покинул место смертельного ДТП, будет расцениваться как оттягчающее обстоятельство. Предполагаемому виновнику грозит до 7 лет тюремного заключения и лишение прав примерно на 3 года. Женщина скончалась в результате происшествия на улице Адоевского. Погибшая допустила фатальную ошибку, не дойдя нескольких метров до зоны пешеходного перехода. Сначала пенсионерку сбил Лексус, который двигался в сторону Твардовского. Потом сильным ударом потерпевшую отбросила под колеса встречного Рено Флюинс. Медики зафиксировали мгновенную смерть. Примечательно, владелец дорогого внедорожника, на котором были установлены красивые номера с тремя восьмерками, за последние 12 месяцев уже 36 раз привлекался к административной ответственности и преимущественно за превышение скорости. Какие показатели на спидометре были в момент этого ДТП, предстоит выяснить следователям. Результаты станут известны после проведения технической экспертизы. Тело еще одной 36-летней женщины обнаружили очевидцы на Эскитимской дороге у кладбища. Предварительная причина смерти – травма, полученные в результате аварии. Однако нельзя исключать, что никакого ДТП вовсе не было, ведь на месте не осталось следов наезда и сейчас идет следствие. Пока инспекторы объявили в розыск водителя на неизвестной машине, который двигался в непонятном направлении и в неустановленный час. Примерное время смерти женщины – период с вечера 1 октября до полудня 2 числа. Если вы видели машину с разбитым лобовым стеклом, фарами, следами аварии, позвоните в полицию. Автомобиль может находиться в окраинах деревни Бородавкино. Житель Краснозерского района области погиб под колесами Марк-2. За рулем иномарки находился 18-летний парень. Он поздно заметил пешехода в темной одежде, испугался и не успел остановить седан. Жертвой трагедии стал 53-летний мужчина. По данным инспекторов, он переходил дорогу в запрещенном месте. К тому же этот участок улицы не освещен фонарями, а после дождя проезжая часть была мокрой. В таких условиях сцепление колес автомобиля с асфальтом существенно снижается. Инициатор ДТП определит суд. Не исключено, что в этом случае будет усмотрена обоюдная вина участников. Другой инцидент произошел в Усть-Таркском районе области. 44-летний местный житель погиб по вине пьяного автомобилиста. Лихач не имел права садиться за руль, ведь ранее его уже лишали водительского удостоверения. Предполагаемый нарушитель ехал на приоре в сторону села Кушаги. Ладу повело к обочине, по которой в этот момент шел человек. Машина налетела на пешехода, он получил переломы ног, таза и позвоночника. К сожалению, медики оказались бессильны. Мужчина скончался. Инициатору ДТП грозит лишение свободы. Пятым погибшим в ДТП за прошедшую неделю стал владелец Хёнде. Мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель не был пристегнут. Не сработали и подушки безопасности. Результаты судмедэкспертизы также еще не готовы. Возможно, человеку стало плохо за рулем. Такой предварительный вывод делают из-за отсутствия следов торможения на асфальте. Машина двигалась по ровному полотно и внезапно съехала с трассы. Об авариях, в которых пострадали люди, расскажем в рубрике «Сводка». Житель Новосибирской области решил прокатиться на мотоцикле. По дороге в село Аяцк не справился с управлением. Юпитер врезал себя в металлическое ограждение. Мотоциклист получил открытый перелом ноги. Добавлю, мужчина нет прав в соответствующей категории, а сам байк не стоит на учете в госавтоинспекции. Превышение скорости спровоцировало ДТП в Бердске. Водитель «Шкоды» следовал по автодороге Р-256. Потерял контроль над управлением. Нинамарка протаранила попутный «Ниссан». После удара «Марч» отбросила в ограждение, а «Шкода» продолжила движение и врезалась в сирену. Водители пассажирка «Марч» получили несколько ран и ушибов. У владельца «Рапид» открытая черепно-мозговая травма. Пьяный пешеход спровоцировал аварию в Ордынском районе области. Мужчина шел по проезжей части. Автомобилистка на «Ладе» не сразу заметила человека и вовремя не нажала на тормоз. Пострадавшего доставили в больницу. Водитель «Авенсиса» направлялся в сторону Сдвинска. Мужчина ехал на большой скорости и на скользкой дороге не успел затормозить перед попуткой. У двух женщин из «Пассио» черепно-мозговые травмы. У семилетней пассажирки «Тойоты» повреждена челюсть. Девочку перевозили без специального удерживающего устройства. За это предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. 19-летний парень бесправ решил прокатиться на «шестерке». На перекрестке автолюбитель не стал пропускать «Киа», у которой было преимущество движения. После столкновения «ВАЗ» отбросил в дорожный знак. Водителя отечественной машины доставили в больницу с отресением мозга. Аналогичный диагноз получил 14-летний пешеход. Подросток перебегал проезжую часть по «Зебре», но на красный сигнал светофора. Владелица «Тойоты» не смогла вовремя остановить автомобиль. Автомобилист, чей стаж вождения около года, спровоцировал аварию в советском районе Новосибирска. Он ехал на «Хонде» в сторону Лесосечной. Не справился с управлением и на марку повело вправо. Она съехала в кювет, врезалась в дерево, а затем перевернулась. Водителя госпитализировали с переломом ключицы. У пассажирки аккорда множественные ушибы. Автолюбитель за рулем «Дастера» направлялся в сторону улицы Дуанаевского, когда водитель приблизился к «Зебре» и в последний момент заметил женщину на проезжей части. Та нарушила правила, вышла на дорогу на красный свет. Пешехода госпитализировали сотрясением мозга и переломом руки. Пенсионерка попала под машину из-за ошибки водителя. Автолюбитель на «Аутлендере» проезжал перекресток и не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Иномарка сбила 83-летнюю женщину. Медики диагностировали ушиб ключицы и перелом носа. КамАЗ и «Субару» не разъехались в Кировском районе мегаполиса. По предварительным данным, аварию спровоцировал шофер грузовика. На повороте он не пропустил иномарку, у которой было преимущество. Водитель «Форестера» получил открытый перелом носа. Его пассажир сломал ногу. У еще одного человека из салона «Субару» несколько ушибов и переломов. Отмечу, большинство ДТП в мегаполисе происходит из-за отсутствия предупреждающих знаков о ремонте или недостатках проезжих частей. Об этом рассказал начальник управления автомобильных дорог мэрия Новосибирска Юрий Сердюк. В сентябре в городе произошли 103 аварии. В них погибли 12 человек и 112 получили травмы различной степени тяжести. Причинами инцидентов стали несоблюдение дистанции, превышение скорости и непредоставление преимущества проезда. В 71 аварии зафиксировали различные сопутствующие условия. Например, в 48 случаях отсутствовала разметка или она была нанесена некачественно. В 10 происшествиях на участках было неисправно освещение. Также на обстановку повлияли ямы и выбои на асфальтового покрытия. Но чаще всего аварии происходили там, где шли ремонтные работы, а предупреждающих знаков дорожники не выставили. Выпил квас, лишился прав, а также история о тайном исчезновении водителя. Журналисты программы ДПС присоединились к очередной полицейской проверке. И в следующем материале расскажем о нестандартной погоне и последствиях употребления пенных напитков. Налево, во дворы, налево, во дворы. Во дворы, налево. Это кадры погони за пьяным автомобилистом. Чтобы остановить нарушителя, пришлось задействовать несколько экипажей ДПС. За что вас инспектор задержали? За правом нарушение. За какое? Проехал на Красный. Мужчина действительно проехал на Красный сигнал светофора. Но уже во время преследования. А сама погоня началась из-за того, что инспекторам поведение водителя показалось подозрительным. Как только он заметил патрульную машину, резко изменил направление движения и попытался скрыться во дворах. Почему не останавливался? Не видел. Не видели? Потом маячки сзади увидел, остановился. Николай снова лукавит. Инспекторы неоднократно по громкой связи требовали мужчину остановиться. Но тот упорно избегал общения с полицейскими. А все потому, что пытался скрыть состояние опьянения. Ну и пил квас, да поехал. Где-то девочку дома довезти. Алкотестер не обманешь. Водитель пил вовсе не квас. Кстати, машина Николаю не принадлежит. Да и прав у него не было никогда. Прокатиться на чужом автомобиле решил и этот молодой человек. Правда, далеко уехать не успел. Задержали инспекторы. Почему вы сидите в патрульной машине? Потому что я сам еще не понял, почему. То есть вас инспекторы задержали, а вы не поняли за что? Не только меня, еще задержали моего друга, который управлял трассы по самым средствам. А, то есть не вы машиной управляли? Ну, на этом кольце нет. Пообщаться с другом Дмитрия мы не смогли. Мужчина поспешил уехать по делам и оставил товарища один на один с патрульными. Полицейские неоднократно пытались объяснить молодому человеку причину задержания. Но безуспешно. Просто я понять не могу, в чем меня сейчас обвиняют. Я же вам с самого начала все объяснил. Да, то, что первое, то, что я управлял трассой по самым средствам. Я говорю, я не управлял. Я сейчас на данный момент составляю протокол об административном правонарушении по статье 12.8, часть 1 КОАП РФ. Давайте прочитаем ваш протокол внимательно. Дмитрий согласился пройти тест на трезвость. Результат 0,937 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха. И за пару дней таких пьяных лихачей задержали больше полусотни. За время проведения мероприятий сотрудниками госавтоинспекции было задержано 67 нетрезвых водителей. 8 из них совершили административное правонарушение повторно, которое квалифицируется по статье 264 Прим. 1 УК РФ. В настоящее время управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет. Для рецидивистов штрафы больше – от 300 до 500 тысяч рублей. Также в качестве наказания предусмотрены исправительные или принудительные работы, а то и вовсе ограничения свободы до трех лет. Кстати, еще один пьяный лихач из Новосибирска забрал автомобиль соседки, поехал кататься по ночному мегаполису, не остановился по требованию инспекторов, а затем попал в ДТП. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело и пока по 166-й статье кодекса. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, изъятие прав, крупный штраф, а также обязательные выплаты за разбитый кроссовер. Toyota Harrier двигалась по улице Станиславского с существенным превышением скорости, чем водитель и вызвал подозрения экипажа. Полицейские решили проверить документы, но автомобилист только прибавил газу. В результате погони не удержал руль и направил машину прямо в киоск. Алкотестер показал 0,907 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха, почти в шесть раз больше установленной законом нормы. Медики называют это средней степенью опьянения. Собственница иномарки уже написала заявление об угоне. Далее рубрика «Розыск». В ней расскажем, какие автомобили угнали в Новосибирске и пока еще не нашли. Внимательно посмотрите на фотографии. Может быть именно вы поможете раскрыть преступление. Новый ленд-крузер угнали в Академгородке. Собственник оставил внедорожник у дома номер один на Димакова. Утром следующего дня обнаружил, что машины нет. Прада 2021 года выпуска. Белого цвета, без госномеров. Не исключено, что иномарку угнали на заказ. Обратите внимание на похожую модель, припаркованную в гаражных кооперативах и подземных парковках. Именно там чаще всего прячут украденный транспорт. Добавлю, злоумышленники похитили еще и Хёнде Санта-Фе. Он стоял по адресу Титова 276. Год выпуска также 2021. Цвет кузова серебро. Особых примет нет. Если вы были свидетелем угона или знаете, где сейчас находится кроссовер, позвоните в дежурную часть ГИБДД. Пять районов Новосибирской области попали в общественный антирейтинг из-за качества дорог. Жители назвали худшие направления, явно не соответствующие ГОСТу. Респонденты отметили, что проезжая часть с годами становится только хуже. Появляются ямы, колейности и просадки. Больше всего проблем выявили в Искитиме, Аби и Берске. Там не соответствуют нормам примерно 86% объектов. Столько же в Качковском, Барабинском, Маслянинском и Чистоозерском районах. Данные получены из сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года. Чиновники уверены, как только удастся оформить дороги в муниципальную собственность, их сразу же приведут в надлежащий вид. Тем временем на нескольких улицах Новосибирска сузили, либо полностью перекрыли проезжие части. Причина изменения – аварийный ремонт теплотрасс. Участок на улице Молодости около дома номер 2 полностью закрыт для движения. Работу будут проходить до 29 октября. На 5 метров уже стала проезжая часть Серебренниковской. Речь идет о дороге напротив здания номер 34. Там ограничения ввели вплоть до 20 октября. На участках выставили предупреждающие знаки. Для объезда доступны соседние улицы. Автомобилистам необходимо быть внимательнее, соблюдать дистанцию, скоростной режим и руководствоваться информационными счетами. Разгрузить улицы Мегаполиса поможет строительство новых дорог, к примеру, Южного транзита. Подробности этого проекта и о том, какие еще трассы появятся в районах области, расскажем в следующем сюжете. Прежде чем начинать реконструкцию или строительство новой дороги, необходимо составить проект. В нем отражают, где и как будет располагаться дорожное полотно, остановки, освещение, тротуары и пешеходные островки. Кроме того, составляют четкий план, какие подготовительные работы нужны. К примеру, вынесение коммуникаций. Это один из самых трудоемких этапов. Дорожникам необходимо перенести газопроводы или нефтепроводы так, чтобы не нарушить целостность конструкций и при этом освободить пространство, необходимое для строительства дороги. Тем более, собственники сетей не всегда дают согласие на внесение изменений. Очень много сетей проложено без получения соответствующих документов, согласований, в частности, с нами, с управлением. Поэтому приходится разыскивать собственников и уже решать вопросы, как реализовать эти проекты, как вынести все эти сети. То есть это глобальная большая работа. В частности, в этом году мы столкнулись с реконструкцией автомобильной дороги Невская-Барышева в проекте. Огромное количество сетей. Как раз этот объект знаковый строится, будет реконструироваться для строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов, для того, чтобы обеспечить безопасность и комфортность работников и посетителей из Кифы. Иногда на качественную реконструкцию дороги уходит несколько лет. Это зависит от объема финансирования и сложности работ. Объекты, которые у нас перспективные, хотелось бы назвать. Это Барабин-Зюзик-Вашнино. Это реконструкция автомобильной дороги в Барабинском районе. В Искитимском районе это Сузумбит-Кипре-Ображенка. В Чистоозерном районе это реконструкция дороги Купина-Карасук. Несколько участков у нас реализация в этом году уже начата этого объекта. И постепенно, планомерно мы идем каждый год с вводом этой дороги. Цель реконструкции именно по Купина-Карасук – это ликвидация участков с грунтовыми разрывами. Дорога там, где в Щебне переводится асфальтобетон для улучшения комфорта, передвижения скорости и безопасности в том числе. Один из самых крупных и трудоемких объектов – это Южный транзит. Для его реализации необходимо построить несколько развязок на правом и левом берегах Новосибирска, снести частный сектор в Октябрьском районе и продлить уже существующие дороги. Реализация в целом этого проекта позволит перенаправить транспортные потоки с автомобильной дороги К-17Р, минуя уличную дорожную сеть города Новосибирска и загрузив Бугринский мост расчетной интенсивностью, движение, попасть на строящийся восточный обход, с восточного обхода уже попасть либо на автомобильную дорогу К-19Р, Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий, либо в сторону Алтайского края. Тем самым мы снизим количество автомобилей, которые у нас движутся транзитом через город, то есть уменьшится количество пробок. Назвать дату завершения этого проекта пока невозможно. Для начала дорожникам необходимо обосновать финансовые вложения, то есть доказать, что новая дорога позволит разгрузить улицы города, затем составить проект и только потом приступать к строительству. Бабье лето в регионе подходит к концу. Впереди Новосибирскую область ожидают снегопады, морозы и гололед. Как идет подготовка дорожников к холодному сезону, Ксения Корзун расскажет в следующем материале. Зимой дорожники должны вовремя расчищать трассы от снега, распределять реагенты и следить за тем, чтобы водопропускные трубы были закрыты. Но прежде всего необходимо подготовить технику и запастись материалами. В целях современной подготовки подрядных организаций к зимнему содержанию Буфион Суатуат ежегодно разрабатывает план мероприятий. За весь план мероприятий у нас зимнее содержание начинается с 1 ноября. К 1 ноября подрядные организации должны, если взять всю область, заготовить 50% потребности от противоговоренных материалов в течение года. Это примерно 56 тысяч тонн. На данный момент эти материалы заготовлены. В основном дорожники используют песко-соляную смесь. Соль в этом составе плавит лед и не дает ему образовываться на поверхности. Песок придает тяжести, чтобы не сдувало ветром, а также повышает сцепление колес с дорогой. Реагенты изготавливают заранее. Сначала на открытой площадке разравнивают песок. Толщина слоя от 10 до 15 сантиметров. Затем добавляют соль и перемешивают с помощью фронтального погрузчика. Готовый состав хранят в закрытых боксах. Определять, на каком участке образовался гололед, дорожникам помогают специальные камеры. У нас на каждой автомобильной дороге установлены метеорологические станции с видеокамерами, с датчиками в покрытии, в котором меряет температуру, определяет точку росы. В реальном времени мы наблюдаем любые погодные условия. В зимнее содержание это очень удобно. Наличие снега, наката. И также температура показывается у нас в реальном времени. В районах области также проходит подготовка техники. С тракторов снимают ножи для скоса травы и устанавливают зимнее оборудование. К ноябрю работы должны закончить. К первым снегопадам техника будет в строю. Добавлю, если во время поездки по области у вас случилась нештатная ситуация, за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 335-8155. Ученики автошкол смогут практиковаться в вождении на скоростных магистралях. В МВД готовят соответствующее послабление. Оно позволит новичкам быстрее адаптироваться к дорожным реалиям. Новые правила обучения могут вступить в силу уже 1 марта 2022 года. Если сейчас кандидаты в водители должны накатать 24 часа на площадке и 32 в городских условиях, то весной время скорректируют. На автодром останется всего 18 часов, а на город – 38. Автошколы смогут сами принимать решения, на какие магистрали отправлять студентов. Будь то улицы Подромска, Северный проезд или же Толмачевское шоссе, к примеру. Инициатива об изменении правил уже прошла общественное обсуждение. Зимняя резина с начала года подорожала на 15-20%, а спрос вырос на все 105. И, как выяснилось, новосибирцы отдают предпочтение шипованным покрышкам. Кстати, эксперты давно доказали, что возраст шин влияет на безопасность вождения. Дело в том, что свойства смеси, из которой изготавливают колеса, со временем меняются. Теряется эластичность, что ведет к появлению микротрещин. Если резина пролежала на складе пару лет, а потом была установлена на автомобиль, то сцепление с дорогой гораздо хуже, чем у недавно изготовленной. Поэтому специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на дату выпуска. Она указана в номере на самих покрышках. Последние четыре цифры означают неделю и год производства. Пристегиваться не модно, заявили 20% опрошенных автомобилистов. Именно такие водители и находятся в зоне риска. В современных моделях при непристегнутых ремнях просто не сработает РБК в случае аварии. Аналитики интернет-портала Mail.ru провели анонимный опрос и выяснили, сколько же людей заботятся о собственной безопасности. По данным исследования, таких примерно 79%. Пристегиваются сами и требуют этого от других пассажиров. Но только если речь идет о поездках на передних сидениях. На задних креслах ремень применяют лишь 1% респондентов. Причем в опросе приняли участие больше 3000 человек. Ну а по статистике, непристегнутые водители и пассажиры почти всегда в момент столкновения получают черепно-мозговые травмы и множественные переломы. С такими диагнозами на реабилитацию обычно уходит несколько месяцев, если не лет. От сильного удара человек также может вылететь через лобовое стекло. И зачастую подобное приводит к гибели. В завершении выпуска традиционная подборка кадров аварий, моменты которых оказались в памяти видеорегистраторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...